После гибели мужа Оксана Карабан осталась с маленьким сыном Родионом одна. Через три дня после аварии в правительственной комиссии пообещали, семье обязательно дадут жилье. Однако через три месяца все об этом забыли. Муж Оксаны Роман работал на шахте Кирова электрослесарем. Девушка рассказывает, парень был и веселым, и добрым, и семью обеспечивал, и сына баловал. Теперь у Оксаны воспоминания и фотографии. Своей квартиры у молодой семьи не было. После аварии на заседании правительственной комиссии девушки пообещали и выплатить компенсацию, и помочь с жильем, чтобы было где растить маленького Родиона. Деньги 200 тысяч от правительства и пятигодичную зарплату Романа Оксана с сыном получили. Однако квартиру, вопреки заверениям чиновников, семье погибшего не дали. Денежные средства все выделены были, ну а квартиру обещали, нам отказали в квартире. Квартира, в которой мы с мужем проживали, принадлежит моей маме. Вот, так что, как такового жилья у нас нету, и Рома был прописан у родителей. Отказ в обеспечении жильем объяснили тем, что семья Карабан и так живет слишком просторно. Согласно закону о престиже шахтерского труда, квартиру могут выделить только в том случае, если на одного человека в старом жилье меньше шести метров площади. У них оказалось девять. Как можно на этих 30 квадратных метрах, две комнаты, и при том они у нас проходной зал, и находиться и ребенок, чтобы был, и мама его, Оксанка, и я, ну я и муж мой, нас четыре человека, как мы можем находиться в... Ну, конечно, по закону, но закон, конечно, против нас. Оксана решила добиться обещанного правительством и написала жалобы в фонд социального страхования и на шахту. Из фонда ответа не получила, а руководство предприятия ответило, квартиру Оксана может приобрести на полученную компенсацию. За целый день руководители Макеева-Угляни нашли свободные минуты, чтобы рассказать нам на камеру об обеспечении семей погибших шахтеров. Лишь ответили, теперь вопросами и выплат, и помощи занимаются не они, а фонд социального страхования. Обращались еще в Макеев-Фуголь, вот, откуда пришел ответ нам в письменной форме, что Макеев-Фуголь не в состоянии приобрести квартиру, выделены денежные средства нам, за которые вы можете приобрести, в общем, жилье. Оксана знает, из всех семей погибших жильем обеспечили только одну. Еще одна приобрела дом сама. Девушка говорит, покупать квартиру она пока не будет. А деньги планирует оставить на образование ребенка. Муж всегда хотел, чтобы Родион выучился, и ему никогда не пришлось работать в шахте. Оксана Виттер, Евгений Красюков, Панорама.